Серия терактов в разных частях мира и в последние дни недели снова поднимает вопрос в разных медиа. Как побороть террористическую организацию «Исламское государство»? В некоторых медиа можно встретить мнения с призывами к усилению сотрудничества с Россией в борьбе с джихадистами. При этом иногда предлагается принести в жертву западные ценности или сотрудничество с Украиной. Вот что, к примеру, пишет Джеффри Сакс, американский экономист, профессор Колумбийского университета в сегодняшней статье «Почему ИГИЛ продолжает существовать» для американского издания Project Syndicate. США и Россия могли бы начать выходить из состояния недавней новой холодной войны, объединив усилия в борьбе с джихадистским терроризмом. А обещание НАТО не предоставлять членство Украине и отказаться от размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе только посодействовали бы этому. Джеффри Сакс также предлагает сохранить кресло сирийскому президенту Башару Асаду, которого поддерживает Россия, если такова цена общих действий мировых держав против исламского государства. Похожее мнение также высказывает Джеймс Ставридис, американский адмирал, в прошлом главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. И вот цитата из его статьи «Как следующий президент США должен бороться с ИГИЛ, чтобы победить» для американского журнала «Тайм» от 23 июня. Россия должна сидеть за столом переговоров, имея голос в принятии решений по урегулированию конфликта в Сирии. И да, нам, возможно, придется смириться с сирийским президентом Башаром Асадом на некоторое время, как бы неприятно это ни было. Но стоит отметить, что ранее в мировых медиа звучали и противоположные мнения. Так известный американский финансист Джордж Сорос в своей статье для британского издания «The Guardian» еще в феврале писал, что Владимир Путин для Европы предоставляет даже большую угрозу, чем террористы ИГИЛ. Сорос отметил, что Путин не заинтересован в скором урегулировании сирийского конфликта. Ведь поток беженцев из Сирии в страны Евросоюза позволяет сохранить нестабильность в Европе, делает ее слабее и способствует расколу ЕС.